С мешком подарков приехал ульяновский Дед Мороз, Великий Устюг. Каравай, ёлочные игрушки, детские поделки, живительная ундровская вода. Всё, чтобы поздравить старшего брата с днём рождения. Вместе с ним за тысячу верст от Ульяновска отправились и главные симбирские дары Вологодскому волшебнику. Белки, бурундучки, цесарки, утки-мандаринки, королинки и малыш северный оленёнок Дон. Последний особенно тронул старшего деда. В Великом Устюге у него целый зверинец. Звери лесные, которые привезли оленёнок Дон, конечно же, будет радовать не только меня, но и всех моих гостей. Спасибо за такой хороший подарок на мой день рождения. Традиционная экскурсия по сказочному терему. Главное задание симбирскому Деду Морозу – рассказать всё-всё о сказочной вотчине тем ульяновским ребятишкам, которые не смогут лично приехать в Великий Устюг. Волшебная книга сказок, лаборатория новогодних подарков, гардероб, которому позавидовал бы Икеркоров. И, конечно, рабочее место Деда Мороза. На стене – обратный отсчёт до праздничного боя курантов. На столе – кипа писем, которые в преддверии Нового года ежедневно приходят мешками. Писем ко мне много приходит с разных уголков нашей необъятной страны. День от 300 до 10 тысяч писем. Ближе к Новому году писем побольше. Как ребятишки подарки получат, эх, забывает про деда, писем поменьше. Но Дедушка Мороз не серчает, с пониманием относится к вопросу. Главное, чтобы знали и письмам, и визитам ребятишек и их родителей он рад круглый год. В декабре волшебник и сам обещается побывать у нас в гостях. Пока же в Ульяновск возвращается наш симбирский волшебник, а вместе с ним – щедрые дары его старшего брата. Птицы из Великоустюрского зоопарка и красавцы, гиганты, зубры. В Ульяновск они прибудут в аккурат к 10 декабря. В этот день в парке 40-летия ВЛКСМ, в усадьбе симбирского Деда Мороза, будет проходить большая праздничная программа. Именно она традиционно открывает череду новогодних праздников в Ульяновске.